Охотникам за древесиной стало тесно во Львовской области. Теперь они объявились в самом Львове. В городе деревья исчезают сотнями. Все подробности знает Галина Якушко. Улица Миколаичука на границе Львова и села Брюхович. Добраться сюда можно только пешком. Машина по глубокому снегу не проедет. Зеленые насаждения срубили около месяца назад. Всего уничтожили более 180 деревьев. Раптово заезжала машина, 3-4 человека, срезали пару деревьев и сразу с месяца съезжали и не было. И так не было, что они там каждый день приезжали. Раз в тиждень, два раза в тиждень, как по погоде, по ситуации они ориентировались. Дуже хорошо срезано по линиях, можно пораховать, сколько мало лет. Это 30-35 лет, вот так приблизительно. Ивы, Ясени, Вязы были абсолютно здоровыми. Росли по несколько десятков лет. Раньше здесь были дачные кооперативы. И теперь, считают активисты, район хотят застроить элитными коттеджами. Сейчас побудуют дорогу и начнут забудовывать вот этот дачный кооператив. Тут уже почти нет, очень редко где-то занимаются какими-то садянистами и всеми другими. А это все продают и думаю, что тут скоро вырастет, какие-то 5 лет, в очень хороший квартал. Но городская ряда должна контролировать, потому что на территории есть. Шучанская администрация, они же там знают. В их территории они там забавят. Во Львовском горсовете подтверждают, действительно планируют строить здесь дорогу, но это в далекой перспективе. По самым скромным подсчетам активистам, чтобы проложить 3 километра асфальта и сделать 2 полосы движения, нужно спилить еще минимум 3 сотни деревьев. Но никаких разрешительных документов на вырубку не выдавали, уверяют в мэрии. Рано или поздно вырубку там нужно было бы сделать. Но, опять же, в соответствующей процедуре. Мало бы быть выделена земельная отделка под наши коммунальные предприятия, которые будут заниматься облашиванием дороги, в отримании, в соответствующей дозвола. В полиции открыли уголовное производство по факту кражи около 180 деревьев. Активисты предоставили правоохранителям фотографии с номерами машин, которые вывозили деревья. А значит, найти тех, кто стоит за уничтожением здоровых деревьев, вполне реально, если захотеть, конечно. Галина Якушки, Юрий Голубинко. Подробности телеканал Интер. Львов.